МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Агуль Норжакин. Сегодня выпуски. 70 государственных детских садов в области могут перейти в частные руки, а также 6 театров, 12 музеев и 13 домов культуры. В областном Акимате обсудили реализацию программы по приватизации. В регионах Карагандинской области успешно реализуются проекты государственной программы индустриально-инновационного развития. Первый заместитель Акима области посетил город Каражал и поселок Жайре. В Караганде зажглась новая звезда. Имя известного казахстанского музыканта, композитора, аранжировщика, участника группы Мизукола Булата Сызыкова уяковечили на аллее звезд. 70 государственных детских садов области могут перейти в частные руки. Кроме них, в список организаций, подлежащих приватизации, вошли 26 дворцов-школьников, 6 театров, 12 музеев и 13 домов культуры. Окончательное решение о судьбе данных объектов примут местные исполнительные органы. В этом году приватизации подлежат 43 объекта. Однако не все выставленные на торги предприятия нашли своих покупателей. Ситуацию с приватизацией обсудили в Акимате области. За прошедшие 9 месяцев с торгов продано 5 организаций. В бюджет поступили более 75 миллионов тенге. Приватизированные объекты находятся в городах Караганда, Жесказган и Сатпаев. Первое. ТО Караганда-Куркем, город Караганда, продано за 2 миллиона 596 тысяч тенге при той же начальной цене. Второе. ТО Жесказган, город Ческазган, продано за 85 тысяч тенге на первых торгах. Несмотря на проводимую работу, некоторые предприятия до сих пор не проданы. Например, Балхашский городской спортивный клуб «Жек-Пежек». Его выставляли на торги трижды. Теперь объект подлежит ликвидации. Однако, возможно, реализация непроданных предприятий может перейти на следующий год. Аким области поручил при ликвидации учитывать интересы трудящихся, обеспечить им рабочие места на других предприятиях. Своевременно проводить необходимые процедуры по ликвидации объектов в рамках действующего законодательства с учетом социального аспекта ликвидируемых предприятий. То есть, там, трудоустройство людей, выплата пособий, если в этом есть необходимость и так далее. Главу региона удивило, что из 476 подведомственных Акимату организаций, 172 по предложению Министерства финансов планируется отдать бизнесу. Он поручил чиновникам детально разобраться в этом вопросе. Аймамрина Улжас Габасов Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. 2 ноября с рабочим визитом первый заместитель Акима области Асулбек Дюсюбаев посетил город Каражал и поселок Жайрем. В ходе рабочей поездки он посетил некоторые объекты и провел рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития. Промышленное предприятие по производству боритового утяжеления стал первым объектом посещения первого заместителя Акима Карагандинской области Асулбека Дюсюбаева. В рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой по форсированному индустриально-инновационному развитию, реализован проект строительства производственного комплекса по переработке боритовых руд мощностью 200 тысяч тонн, стоимостью 6 миллиардов тенге. Проект запущен 11 декабря 2015 года. Также Асулбек Дюсюбаев ознакомился с ходом строительства общественной бани в городе Каражал. Далее первый заместитель Акима области последовал в поселок Жайрем, где ознакомился с ходом проведения ремонта кровли культурно-досугового центра. По завершению посещения запланированных объектов в поселке Жайрем первый заместитель Акима области провел рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития города Каражал и бюджета на 2017 год. Мы с индексом физического объема 156,6 по объему производства промышленной продукции год планируем с этой же динамикой завершить. По сельскому хозяйству ИФО у нас 108% с ростом. Также планируем с положительной динамикой завершить год. По объему инвестиций есть небольшое снижение, 82%. Это связано с Каражалоперетингом. В прошлом году большой объем, 6 миллиардов было вложено. В этом году мы чуть-чуть не дотягиваем. По итогам совещания первый заместитель Акима Карагандинской области дал ряд конкретных поручений, в том числе провести замену старых оконных храм в школах города Каражал и поселка Жайрем в рамках реализации госпрограммы «Дорожная карта занятости-2020». Рассмотреть возможность проведения ремонта автомобильной дороги в 25-м квартале Каражала, а также открыть в поселке Жайрем филиал Цона для оказания государственных услуг жителям поселка с установкой специализированных программных систем для документирования граждан. Андрей Тенес, Ламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Именная звезда Булата Сыздыкова появилась в Караганде. Шахтерская столица всегда была любимым городом знаменитого музыканта, поэтому и решили зажечь звезду именно в родных краях. Вечер памяти Булата Сыздыкова состоялся во Дворце культуры Горняков. Казахстанские музыканты собрались, чтобы отдать память и уважение своему коллеге и другу. Событие предварил памятный вечер известного казахстанского музыканта, композитора, гитариста группа «Мюзикола» Булата Сыздыкова. На сцене Дворца культуры Горняков выступили Карина Абдулина, Ерлан Кукеев и группа К-7, а также местные артисты. Рауза Жумабаева, родная сестра, выразила благодарность всем музыкантам за то, что не забывает ее любимого брата. Дорогие друзья, у Булата было всего любви. Это музыка и Караганда. Он всей душой стремился сюда, где бы он ни был, за пределами Казахстана. В Алматы, в любом городе он всегда думал о Караганде. И я очень-очень благодарна нашему Акимату, всем его друзьям, Рамбалей, Кенжибалей, что вот зажгут сегодня звезду. Мне кажется, что как его душа стремилась в Караганду, и вот теперь частица его души всегда будет здесь с нами. И всех-всем спасибо, кто пришел, кто любит его творчество. На протяжении всего вечера гости могли вновь услышать известный хит Ибулата в исполнении звезд казахстанской эстрады. После концерта карагандинцы направились к аллее звезд. Именными знаками здесь уже отмечены заслуги народных артистов. Бибигуль Тулегеновой, Розы Рымбаевой, ансамбля Дос Мукасан, а также Кайрата Байбасынова, Макпал Жунусовой и Искандера Хасангалиева. Седьмая звезда зажглась в честь безвременно ушедшего в самом рассвете творческих сил Булата Сыздыкова. Булат, мы тебя помним! Булат, мы тебя любим! Зажглась еще одна звезда. Звезда в памяти о нашем земляке, о достойном карагандинце, который высоко нес, гордо нес это высокое звание карагандинца. и по всему миру прославлял, и наше искусство, нашу землю, нашу страну. Это Булат Сыздыков. Это место пополнилось, наша аллея, еще одним славным именем. Я думаю, что все будущие поколения карагандинцев будут также с теплотой вспоминать, слушая его произведения, его песни, которые наполнены любовью к своей земле, к своим землякам, к своему родному городу Караганде. Булат Сыздыков Булат Сыздыков родился в Караганде в июне 1956 года. Его творческий путь начался в карагандинской филармонии. Позже он был участником таких ансамблей, как «Гаку», «Время» и «Песни», «Гульдер». После этого его пригласили в легендарный ансамбль «Арай», где солировала Роза Рымбаева. В 1992 году он вместе с певицей Кариной Абдулиной образовал дуэт мюзикола, который просуществовал почти четверть века. В декабре 2012 года Булату Сыздыкову было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан». Булат – виртуозный гитарист, талантливый музыкант. Его невозможно было не любить. Его все уважали и ценили. Не только как музыканта, но и как человека. Булат Сыздыков ушел из жизни внезапно в мае 2016 года. Астер Сазамбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о происшествиях. Ученики 4 класса школы-лицея номер 20 города Тимиртау издевались над пожилым мужчиной-инвалидом. Видео школьников, толкающих и тыкающих палками. Инвалида сняла и выложила в сеть мама одного из учеников лицея – Фатима Шарайманова. По словам женщины, она стала свидетелем детской жестокости случайно. Но не вмешаться в эту историю не смогла. На кадрах запечатлены дети 9-10 лет, которые обижали пожилого мужчину. Инвалид при этом пытался отбиваться от детей как мог. Он убегал и просил малышей не трогать его. А в ответ школьники смеялись над ним и продолжали свои недетские забавы. После публикации данного видео, по словам автора, на нее посыпались обвинения и угрозы со стороны администрации лицея. Но Фатима не считает, что поступила опрометчиво. Она хочет, чтобы эта ситуация послужила уроком ее сыну и другим школьникам. А вот в городском отделе образования Тимиртау нам объяснили, что дети не обижали мужчину, а просто играли. Школьниками уже провели воспитательную беседу. В Тимиртау обнаружены верхние конечности пропавшего в прошлом году мужчины. Мешок с гниющими руками обнаружила служебная собака кинологов воинской части 55-16 на чердаке дома. Сейчас полицейские занимаются поисками преступника. Руководством ДВД области создана следственно-оперативная группа. Поиски пропавшего Тимиртауца начались с марта прошлого года. С тех пор полицейские проделали немало работ. Однако тщетно. 2 ноября они обратились к руководству воинской части, чтобы те выделили им кинолога и собаку. Служебная собака по кличке Гера быстро взяла след и привела сержанта в чердачное помещение. Среди строительного мусора собака нашла мешок с неприятным запахом. При осмотре в нем оказались гниющие руки. Сейчас полицейские ведут поиски преступника. Создана оперативная группа. По факту обнаружения человеческой конечности в городе Тимиртауца начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 Уголовный кодекс Республики Казахстан, то есть убийство руководством ДВД Караганельского области создана следственно-оперативная группа для раскрытия данного преступления. Проблема открытых вакансий остро стоит в Акимате города Каражал. На это ранее указывал Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. На брифинге в службе центральных коммуникаций Аким Каражала Кайрат Шурманбаев прокомментировал проблему незаполняемости вакансий в государственных органах. Недавно на одном из совещаний Аким области отметил, что в городе Каражал есть ряд незакрытых вакансий. Журналисты поинтересовались, какие меры предпринимаются, чтобы исправить ситуацию. Кайрат Шурманбаев признал, что вопрос незаполняемости вакансий действительно очень актуальный. Однако, конечно, вопрос остается открытым. На сегодняшний день три руководящие должности вакансий. Это начальник отдела ЖКХ, начальник отдела физкультуры и спорта и начальник отдела ветеринарии. По ветеринарии мы, думаю, в ближайшее время закроем вакансию. Это будет тоже карьерным ростом, то есть перевод из главного специалиста на начальника отдела. Как говорит глава города, проблемы с открытыми вакансиями связаны с тем, что отсутствуют специалисты, а именно с высшим строительным и физкультурным образованием. Как отметил Караж Шурманбаев, это не говорит о том, что государственные органы не функционируют. Есть люди, которые справляются со своими обязанностями. Также в регионе действует шесть государственных программ, которые уже реализуются и дали возможность решить проблему аварийности дома культуры, ремонта канализационных сетей и благоустройства парка. Также Аким Каражала сообщил, что с начала года было заполнено 15 вакантных административных должностей. На сегодняшний день открыты три руководящие должности. Это начальник отдела ЖКХ, начальник отдела физкультуры и спорта и начальник отдела ветеринарии. По ветеринарии в ближайшее время вакансию закроют. Две вакансии пока остаются в связи с отсутствием специалистов с высшим образованием. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Доме дружбы участники акции «Тауэльс из Казахстан» продолжили консультировать граждан по волнующим вопросам. Также подвели итоги проведенной работы в первый день. Более трех тысяч человек получили бесплатные консультации и медицинскую помощь от ведущих специалистов городов Астаны и Алматы. Поезд «Тауэльс из Казахстан» будет колесить по стране всего 43 дня. За это время участники акции посетят 35 населенных пунктов. Более полутора тысяч карагандинцев уже успели встретиться с ведущими специалистами разных сфер деятельности. Сегодня поезд «Тауэльс из Казахстан» отправляется дальше. Но с самого утра в Доме дружбы еще продолжались консультации и встречи с населением. «Я считаю, что за эти два дня в Караганде мы успели сделать многое. Кроме консультаций мы также посетили культурные мероприятия. Это памятный вечер Булата Сыздыкова. Наш поезд будет оказывать поддержку казахстанцам до 14 декабря». Члены этнокультурных объединений часто сталкиваются с такой проблемой, как финансирование. Представитель общественного объединения «Казачья вольница» Михаил Кулешевич обратился к участникам акции с вопросом, где и как найти средства для развития культурного центра. Сразу несколько представителей поезда «Тауэльс из Казахстан» ответили на вопрос Михаила. «У нас сейчас много администраторов на силу данных проектов. Акимат занимается внутренней политикой. Есть еще, допустим, если ваш проект ориентирован на, скажем так, оздоровление ребят, там как здоровый образ жизни вопрос содержит, это может быть и ЗОЖ. Там тоже есть свои деньги и республиканские, и областные. То есть на самом деле финансирование сегодня для общественных организаций предусматривается не только в Акиматах, но и всем профилям образования, здравоохранения, соцзащиты и так далее. Нужно определиться, по какой специфике вы хотите дать предложение. С этим предложением желательно выходить в конце года, то есть сейчас, в самом благоприятном периоде». На встречу со своей проблемой пришла жительница Караганды. Вера в течение 7 лет не может взыскать с ответчика деньги, которые она выиграла в суде. Куда обращаться и что делать Вера не знает. В составе поезда «Тауэльс из Казахстан» есть представители Министерства юстиции. Сегодня она получила бесплатную юридическую консультацию. «Вы можете где-то детально сесть вместе и отработать все ходы, чтобы механизмы, что будете делать, каким образом, чтобы Вера Юрьевна в конце зашла, нам сказали, что все, никаких проблем. Это возможно сделать?» «Возможно». Директор детского дома Кулыншак узнала про поезд и средств массовой информации и посчитала своим долгом ради детей посетить общественную приемную акции «Тауэльс из Казахстан». Участники акции сделали подарок воспитанникам детского дома. «Удачи вам, вашей нелегкой работе коллективу. Детям передайте большой привет. Расскажите о нашем поезде, о наших делах». После Дома дружбы участники акции продолжили проводить встречи с населением. Горожане могли задать интересующие вопросы в Центре обслуживания населения. Около полутора тысяч человек получили бесплатные консультации в разных направлениях. Более ста человек получили бесплатную медицинскую помощь и советы от высококвалифицированных специалистов. 340 человек получили консультации и разъяснения по вопросам профессионального технического образования. Поздним вечером поезд отправился к жителям Актугайского района. Лариса Хусынова, Жасулан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова